Держится на чистом слое, потому что там уже нет штукатурки. Всё, видите, что? Вот так мы живём. Это всё плесень. Больше всего от состояния крыши в доме номер 42 на Гончарова страдают те, кто живут на последнем этаже. Ремонт растворяется в буквальном смысле, причём не только в квартирах. В подъездах видны подтёки на потолках, а на подоконниках облезла краска. Разваливается здание и снаружи. Последний субботник проводили мы в основном не со стороны здесь двора, а с той стороны дома. И очень много, да, обрушенных кирпичей. То есть они падают из крыши и со стен уже, естественно, мы переживаем по этому поводу. В том числе, что, ну, во-первых, на кого-то может упасть, а во-вторых, мы понимаем, что это значит, что наш дом разрушается. Размывает вода с кровли практически всё. Стены, входные, группы в подъезды, плитку. Постоянные протечки раньше происходили только в период таяния снега, а последние два года жители дома устраняют последствия в квартирах после каждого дождя. Причиной повреждений на фасаде, а также размытие штукатурки у жильцов верхних этажей является неудачное строение крыши с внутренним углом. Усугубляет ситуацию и то, что покрытие устарело. Также в доме частично разрушена вентиляция, повреждены водосточные трубы, входы в подвалы и многое другое. Все эти проблемы должны решить за счёт городской администрации по решению суда от 2012 года. Вот уже больше десяти лет жильцы ждут ремонта, но ВОЗ и ныне там. В настоящее время в администрации составили лишь смету по кровле на сумму порядка 20 миллионов рублей. К сожалению, в адресной перечень 2024 года данный дом не вошёл. Работы будут предусмотрены в рамках сложившейся экономии в этом году, либо при условии финансирования на последующие годы. Когда точно начнут работы на Гончарова 42, неизвестно. В настоящее время судами вынесено более трёх сотен решений о ремонте многоэтажек за счёт Ульяновской администрации. На общую сумму около 5 миллиардов рублей. Будем надеяться, что ремонт дома в центре Ульяновска войдёт в планы местной администрации хотя бы в следующем году.